Субтитры сделал DimaTorzok Вот и посмотрим, да? Да, да, здесь будет мат Три агрария, ну правда один только в душе На боевой агрономской ниве едут на агровыставку Вы сами понимаете, что это канон Здесь не может быть по-другому, поэтому все, чем я могу вам помочь Тем, кому это будет резать ухо и прочее-прочее Ну например, вы можете понять и простить Юг Агра 2021 Если бы вы знали, сколько нейронов моего мозга было стерто об мысли Как же будет выглядеть мое видео по данному мероприятию? Сколько бессонных ночей я думал, в каком формате будет ролик? Будет ли это влог или аналитика? Буду ли я спрашивать о чем-нибудь менеджеров? Если буду, то буду ли я их снимать на видео или записывать на диктофон Чтобы потом своими словами все рассказать? Буду ли я спрашивать обо всем? О чем конкретно, если не обо всем, я буду спрашивать? Боже мой! И таких мыслей были сотни, сотни и сотни И когда я уже ехал на эту выставку Концепция будущего видео, конечно же, была в моей голове Но, как известно, хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах Ролик получился таким, каким он получился И я не считаю нужным добавлять что-то еще В общем, Юкагра 2021 Смотрите, наслаждайтесь Ну а потом пишите, что думаете С этого момента хайло я свое эскадра убираю И видеоряд будет гораздо, гораздо более приятным Но иногда с небольшими расфокусами уж простите Это Юкагра 2021 Здравствуйте, товарищи! Дорога встретила нас не самой радушной погодкой Потому что дул холодный ветер, накрапывал дождик Но, тем не менее, это не могло испортить нам настроение Потому что, блин, камон Ты в компании со своими лучшими братюнями Едешь на самое крутое мероприятие в крае Это круто, черт подери Тем более, впереди была сосисочка в тесте Стаканчик горячего чая в придорожной кафешке И прикольный утренний свежачок Знаете, в такие моменты вкус жизни ощущается Как никогда остро Это действительно очень и очень круто Подкрепившись, мы поехали дальше А дальше были три батареечки И созерцание утренней дороги В толпе таких же искателей, как мы И разговоры о высоких философских материях Что, обочечники будут сегодня или нет, блядь, я не понял Кого пидора сам обзывать Да я смотрю, вообще не церемонится Тип только попытался на встречку вылезти Фак ему, блядь Не фак, или что Не фак? Просто рукой махнул Аааа Пакцан Три Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Долго ли, коротко ли, а мы добрались до Краснодара И преодолев все краснодарские пробки, которые были просто огромными И заняли по времени примерно столько же, сколько путь до самого города Мы наконец попали к заветной цели Выставочный комплекс Экспоград Здесь в первом павильоне и началось мое путешествие в мир сельскохозяйственной техники Ребята, это просто отвал башки Чтобы вы понимали, когда я зашел, мне сразу же в глаза бросились эти три красавца RSM-T500, RSM-161 и Torum-785 Вся эта экспозиция ебстественно привезена к компании RostSelmash И... черт подери, мне потребовалось некоторое время, чтобы оклематься, очухаться И сообразить, что вообще происходит вокруг И взяться-таки за съемку, за, можно сказать, свою работу Потому что, увидев впервые сблизи этих гигантов Сложно совладать с эмоциями Сложно унять дрожь в конечностях Сложно унять мандраж по всему телу Это воистину великое зрелище Увидев которое, человек точно не останется равнодушным За это я готов поручиться Я ходил минут 20 вокруг этих комбайнов И просто приводил свои мысли в порядок Настраивал себя на рабочий лад Потому что я здесь был вполне с конкретной целью И мне нужно было что-то делать Кстати, я не должен был просто ходить и разину в пасть смотреть на все это Мне нужно было снимать Мне нужно было делать для вас контент Но, тем не менее, период аглематизации должен быть Росельмаш поступили довольно интересно Ко всем трем комбайнам были прицеплены разные жадки В частности, к RSM-T500 была прицеплена зерновая жадка К Torum-785 была прицеплена жадка-подборщик И к RSM-161 была прицеплена подсолнечная жадка Все жадки здоровые, ну потому что сами комбайны высокопроизводительные Я немножко докопался до менеджера И он рассказал мне, что несмотря на то, что RSM-T500 и RSM-161 Это комбайны, выполненные по одной и той же, по сути, двухбарабанной системе У RSM-T500 немножечко ширина всего этого дела ниже Поэтому по производительности топовым остается все равно RSM-161 Боже, какие же они красавцы Я не знаю, наверное, мой сегодняшний обзор будет не столь информативным, сколько эмоциональным Потому что, ну, с... А, да, конечно, извините Вот примерно так и было на Юкагра Ну ладно Так вот, эмоции Они хлистали через край Я не мог сконцентрироваться на чем-то одном Потому что... Потому что мне хотелось восхищаться Мне хотелось визжать от восторга Да и вообще На выставке я был первый раз Поэтому вы, опять-таки, можете меня понять и простить Так вот Топовым в линейке все равно остается RSM-161 А топовым из комбайнов Ростсельмаш вообще Наверное, остается Торум-785 Ну, по крайней мере, из тех комбайнов, которые были привезены на эту выставку компании Ростсельмаш Вообще, экспозиция Ростсельмаш одна из самых больших и одна из самых масштабных Потому что эти ребята приволокли три комбайна и два трактора А, и один кормоуборочник Ко всем им мы подойдем Все это я вам покажу Но единственное, что мне сразу с начала выставки бросилось в глаза Это то, за что я осуждал других блогеров, которые пытались снимать в разные времена Юг Агра Одной из моих основных претензий было то, что Какие дерьмовые ребята у вас съемки Боже мой, камера трясется Техника в кадр полностью не помещается Вы где-то лазите Господи Ничего не понятно Нафиг вы живете вообще И все такое И только лично оказавшись на этой выставке Я понял, в чем лежит корень зла А дело в том, что снимать сельскохозяйственную технику на выставках подобного рода Это сам по себе вопрос очень непраздный Дело в том, что Когда ты подходишь к технике Она не влазит в кадр Когда ты отходишь к технике на такое расстояние, чтобы она влазила в кадр Вместе с ней в кадр влазят Ну и человек 20-30 народа, которые в этот момент проходят мимо или облепили саму единицу То есть дело это офигенно непростое Поэтому я сразу хочу вас предостеречь от замечаний качества съемки Но я в первый раз, блин Вот реально просто понять и простить А кстати, перед вами кормоуборочник РСМ И впервые я, наверное, увидел потроха так близко И самый интересный экспонат на выставке от компании Россельмаш Это трактор РСМ-1370 Боже, я мечтал его увидеть Этот трактор еще не пошел в серию Но я его уже потрогал, полапал, пощупал и порасспрашивал о нем В марте 2022 года планируется запуск его серийного производства И черт подери, выглядит он классно По словам менеджеров, на испытаниях он был по всей России и показал себя довольно недурно Верю, охотно верю, без сарказма Выглядит трактор черт подери солидно Боже мой, вот во что во что Но в дизайн, как я и говорил, РСМ-овцы могут И одни об этом знают, если три разных комбайна у них отмотаны в один и тот же пластик Вот это я тоже подсек Ну и да, конечно же во всей технике Практически во всей технике Не только Ростельмаш, но и на всей выставке от любого производителя Можно посидеть в кабине Что я с превеликим удовольствием и делал В частности, вот сейчас именно кабина РСМ-1370 Но я вам так скажу Когда поутихли первые эмоции Когда ты посетил первый кабин Пять, наверное, разной техники Интерес к этому делу угасает И в тех же массеях, в тех же кейсах Я уже сидеть просто, ну, просто не захотел сам Потому что, ну, не шибко это интересно А, кстати, перед вами сейчас воплощенная мощь РСМ-3535 в этом году на гусеничном движителе Черт подери Естественно, я полез в кабину И там все гораздо более, кстати, минималистично Чем в том же РСМ-1370 Но зато по дефолту уже прилагается Навигационная система, я так понимаю Вообще, слова я так понимаю Я догадываюсь Как по мне, мне кажется И прочее, прочее, прочее Будут звучать в этом ролике очень часто Потому что мне мало удалось поговорить с менеджерами Можно сказать, практически не удалось вообще Потому что они все были заняты К ним подходили люди Люди с более важными целями, чем у меня Поэтому, да и иногда самому уже Не очень-то хотелось приставать Да и получать какую-то информацию Потому что было опасение, что все это смешается у меня в голове И я все равно ничего дельного не расскажу А перед вами, кстати, экспозиция фирмы Кун К ней я наконец перешел, когда просто я уже понял, что Чувак, ну ты сюда не ради Ростельмаша приехал Ну, как бы и имей совесть Есть еще целый павильон, кроме Ростельмаша Давай ты все-таки пойдешь и посмотришь что-то другое Тем более, другие менеджеры тоже были довольно отзывчивыми Вот, например, вам кабина этого прекрасного опрыскивателя Кун Кстати, единственная кабина на всей выставке Которая была полностью замотана в кулечке В упаковочную пленку И гораздо больше она создавала ощущение Новой техники Вот прям ты залазишь и понимаешь, что перед тобой навьет Кроме того, две комбинированные бороны были представлены фирмой Кун И были укомплектованы они двумя разными дисками Первая была, которую вы сейчас видите с более легкими Ну, как мне показалось визуально То есть это два ряда легеньких дисков Шлейф укатывающее устройство с штригельной бараной дополнительно Хотя, что меня удивило Что прикатка была уже после штригельной бараны Если это, конечно, не чистики Да нет, тоже для чистиков они расположены слишком далеко от катка Поэтому, скорее всего, это все-таки штригельная барана Зачем? Почему? Для меня так и осталось загадкой А вот и вторая барана гораздо более тяжелая Диски уже более увесистые И немножко с иным наклоном Но тоже смотрится довольно недурно Да и шлейф укатывающее устройство уже Двойное, черт подери И прямо вот мощно, мощно это все дело выглядит Кстати, ни одна игра и ни одно видео не передаст Вообще величие этой выставки и всех ее экспонатов Потому что даже проходя рядом с вот этими вот пассивными комплексами С вот этими орудиями навесными или прицепными абсолютно не важно Ты действительно чувствуешь, что, блин, черт подери Перед тобой нечто громадное, грандиозное И как никогда при непосредственном контакте ты ощущаешь, что Да, вот это, если что-то в этом мире должно стоить по 10-20 миллионов денег То это именно вот эти штуки Потому что игра никогда не передаст вам этого масштаба Этого величия, этого великолепия Когда ты ходишь рядом с этим Когда ты имеешь возможность просто прикоснуться ладонью к борту Этого Ты понимаешь, да, вот за это я бы отдал 20 миллионов рублей Условно говоря Ну и плюс, конечно, все потроха, все технические особенности были показаны Все бункера открыты На все можно было залезть, вскарабкаться, посмотреть И это приятно Не скажу, что для меня это имело какое-то принципиальное значение Потому что я в этом мало что понимаю Но с точки зрения просто эмоционального выхлопа Это было довольно круто Спасибо всем, кто приехал на эту выставку со своей экспозицией Отнеслись они очень добротно к своему делу и к данному мероприятию А перед вами, кстати, шестирядный культиватор Кун Это вам не фарминг-симулятор на самом деле Очень-очень круто И прям ходишь рядом с этим всем И ты понимаешь, насколько, насколько это офигенно А вот каточек, кстати, совсем не пропорционален тем лапам Которые мы видели только что на данном устройстве Ну и, конечно же, сейлки и пассивные комплексы Сейлки сплошные, пропашные Все это Кун тоже предоставил Кстати, я вот в упор не помню, ребята Чтобы у нас в игре в фарминг-симуляторе Было что-то куновское из сейлок Может быть, нет Моды, конечно же, есть Я уверен, что они есть Но вот чтобы именно дефолтное что-то было куновское Что у нас есть? Только опрыскиватели По-моему, даже погрузчиков Фронтальных погрузчиков Кун Которые стали уже нарицательным Да, называться Кунами То есть мы про любой фронтальный погрузчик на трактор Говорим, что это Кун А вот именно в игре таких нет Но, кстати, не было их и на этой выставке По крайней мере, в том павильоне Который я подробно осмотрел Были даже плуги Были сейлки Были пассивные комплексы Были комбинированные бороны И даже самоходные опрыскиватели Был даже кормосмеситель Который, вот я так понимаю У нас в игре представлен Как смеситель для моносмеси Вот она, эта чаша Огромная Она выглядит, опять-таки Гораздо, гораздо, гораздо Более масштабно Чем она представлена в игре Но вот, тем не менее Фронтальных погрузчиков И сейлок у нас нет А на выставке есть Сейлки Да В трактора Кейс я так и не попал Потому что, ну, потому что Там была постоянная толпа людей Кто-то сидел в кабинах И я как-то решил на это дело подзабить Довольно немного было представлено По крайней мере в этом павильоне Тюкопрессов Потому что я их видел только Тюкопресс Нью Холланд Привезенный компанией Альтаир, я так понимаю Это дистрибьютор Нью Холланд По крайней мере в нашем регионе Привезли они роторный комбайн Огромный, красивый Марку я не помню Я ее даже не знаю Я ее не посмотрел Уж извините Хе-хе-хе Вот, но тем не менее Комбайн я рассмотрел сблизи Судя по всему он роторный Я так понимаю По крышкам камер Ну, видно, что там Там должен быть ротор А может быть и нет Может быть я ошибаюсь И, кстати Одна из самых прикольных кабин Была у этого комбайна Вот, прямо Мне аж понравилось Я сейчас в него залезу И вы все увидите Кстати, я очень не сразу заметил Что комбайн-то у нас тоже На гусеничном движителе И очень минималистичное Как я и говорил Но прикольное убранство Кабины оператора То есть, особенно Боковая панель С вот этим полукруглым Расположением Основных переключателей Это было прикольно Это прям было Вот, прям запомнилось Также продукция Нью Холланд Была представлена Целой серией тракторов Я так понимаю Малых и средних Если руководствоваться Классификацией Именно Игры Фарминг Симулятор По тяговым классам Если классифицировать их Как в жизни Я, честно говоря Не посмотрел Какие это трактора Но опять-таки Наверное Третий, четвертый И ниже Но не выше Я уверен Потому что тракторов Больших тракторов Нью Холланд Не было Тот, который мы регулярно Видим в игре Тоже Я его Не видел на выставке Темная лошадка Болгард Была представлена Всего одной Сейлкой Причем Я сначала думал Что это Пассивной комплекс Потому что Уж больно масштабно Эта приблуда Выглядела Но нет Нет Это не пассивной комплекс Это всего лишь Сейлка С внесением удобрений CD 872 Но выглядела Очень солидно А рядом с ней Начиналась Продукция Класс Кстати У одного Доморощенного Фермоблогера Не будем показывать Пальцем Я не раз Натыкался На утверждение О том Что Барабанные Комбайны Это Прошлый век Что уже Никто их Не выпускает Да 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 Расскажите Это инженерам Класс Я думаю Им будет Очень интересно Вашему вниманию Барабанный Класс Очень крутая Солидно Выглядящая Штука Опять-таки Модель Я не посмотрел Так же Был представлен Кармоуборочник Класс В него Кабина Была На вид Закрыта Это Один Из Очень Немногих Образцов Техники Кабина В которой Была Закрыта Ну Мне Не Шибко И Хотелось Я Уже К тому Времени Довольно Сильно Подустал А вот И Паучок Класс Орион И Знаете Ребята А он Ни Хрена Не Маленький Вообще То В жизни Он Очень Не Маленький Но Очень Симпатичный И Рядом С ним Конечно Тусовался Класс Аксион Это Еще Один Трактор В который Я Не Попал Потому Что Там Было Постоянно Занято Там Кто То Был Постоянно И Непрерывно Ну А потом Меня Ожидала Синяя Армада Лемкин Ну Как Армада Не Так Уж Много Продукции Лемкин Было Представлено В данном Павильоне Это Было Опять Таки Комбинированная Барана Или Дискатор Это Был Плуг Это Была Сейлка Пропашная Я Сначала Подумал Что Это Набившая Скомину В фарминг Симуляторе Лемкин Азурит Но Нет Быть Может Жопа И Была Азурит Но Вот То К чему Она Была Прицеплена Вот Этот Огромный Синий Бункер Я Так Понимаю Под Удобрение Не Знаю Что Это И Честно Говоря Менеджеров Я Рядом Не Нашел Вообще Видимо Они В тот Момент Куда То Отошли А рядом Был Какой-то Ноунейм Междурядничек Сразу Говорю Это Быть Может Не Ноунейм Потому Что Я На Название Не Обратил Внимания Но Мне Кажется На Раме Культиватора Написано Не Название А Скорее Модель Этого Культиватора Черт Его Знает Но Тем Не Междурядничек Один Из Немногих Междурядных Культиваторов Представленных На Данной Выставки Было Прикольно Было Прикольно А далее Был Фудкорт И Гамбос С кофе И картошкой Фри Это Тоже Было Неплохо И После Перерыва Джессики Погрузчики Джессики В кабину Я тоже Залазить Не Стал Хотя Никто Этому Не Препятствовал Потому Что Рядом Располагалось Кое-что Гораздо Круче Амазон Со Своим Шикарным Шикарным Самоходным Опрыскивателем С возможностью Изменения Клиренса Судя По Гидроцилиндрам И Вот Этим Вот Крыльям Расположенным С таким Заделом Что Я так Понимаю Рама Опускается И Опускается Очень Значительно Кстати Когда Я подошел И спросил Менеджеров Можно Ли посетить Кабину Этого Опрыскивателя Менеджер Мне Ответил Не Можно А Нужно Вот Дурак Правда Хотэзэ Если Вы Понимаете О чем Я А вот И Рум Который У нас Представлен В игре Фарминг Симулятор 22 И Типичные Разговоры Местных Фермеров Вот Так Вот Разговоры О тяжком Ежедневном Труде Агрария А как Вы Хотели Это Вам Не Фарминг Симулятор Потому Что Мыши Вредители Зачем Правда Гайн Софтвер Ну Ладно Собственно Говоря Кабина Кабина Этого Опрыскивателя Очень Минималистично Очень Как-то Имеет Место Такая Неслабая Деконструкция Потому Что Я ожидал Гораздо Более Пафосного Убранства В самой Дорогой Технике Также Дискаторы Также Сейлки Одна Или Две Пропашная Сплошная А А еще Демонстрационный Стенд С работой Вакуумного Высевающего Аппарата Это Было Прикольно Это Был Один Из Немногих Демо Стендов Рабочих Но Честно Говоря Когда Он Работал Его Наглядно Демонстрировали Людям Я Ни черта Не Понял Все Происходило На нем Очень Быстро Недалеко От Амазона Расположилась Продукция Вядер Штат Представленная Сплошной Сейлкой И парой Комбинированных Барон Сейлка Действительно Выглядит Монструозно Огромной И Все Такой Крутой Черт Подери Все Во что Во что А в дизайн Вядер Штат Тоже Умеют Надо Отдать Должное Продолжение следует Ну и Те Самые Массей Фергюсон Трактора В которые Я даже Пытаться Лезть Не Стал Потому Что Я Уже Был Порядочно Уставший Это Был Четвертый Час Хождения По Выставке По Одному Только Павильон Ребята По Одному Кстати Сейлка С Анкерными Сошняками Была Представлена Не в единственном Числе И Таких Сейлок Еще Было Оказывается Немало В частности Тот же Хорш Очень Любят Анкерные Сошняки Менеджеры Конечно Вовсю Рассказывали Об их Пользе И Гораздо Более Выигрышной Компоновки Относительно Классических Дисковых Сошняков Но Спорить Не буду Не знаю Так вот Ребята Если Продолжать О моей Усталости И Посещении Выставки Здесь Вы Не Увидите Очень Много Чего Потому Что Этого Много Чего Не Увидел И Я В том Числе На Эту Выставку Надо Ехать Дня На Два Три Чтобы Посмотреть Часов И В Три Нам Уже Нужно Было Выдвигаться Домой Потому Что Иначе Бо Мы Встали Иначе Бо Мы Встали В Таких Пробках Что Не Приведи Господь И Тем Не Менее Кое Что Я Все Таки Увидел И Кое Что Покажу Вам Но Плуги Ребята Плуги Это Вообще Отдельная Песня Вы Только Посмотрите На Ну И Конечно Ж Звезды Любого Агросалона Я думаю Не Только В России Но И Во Всем Мире Компания Джон Дир Представила Свои Новые Трактора И Представила Свои Легенды В частности Та же Легендарная Восьмерка Вот Она Вот Она Ребята Она Прям Передо Мною На Расстоянии Вытянутой Руки Но К сожалению Ни в один Джон Дир Я тоже Влезть Не Смог Почему Потому Что Они Всегда Были Заняты Всегда Абсолютно Всегда Ну И Конечно Джон Дир 9 Рэкс Мы Все Его Видели В Игре А Я Прям Вот Лапал Его Ручонками Своими Хотя Вот Так Вот Сбоку Ребята Это Очень Величественное Зрелище Очень Я Смог Посетить Кусочек Второго Павильона Буквально Там Пробежаться Взглядом И тут Все То же Самое Материала Немерено Дискаторы Культиваторы Опрыскиватели Сеялки Комплексы Комбайны Все Здесь Было Вот Все Что В первом Павильоне Во втором Тоже Техника Ее Много Ее До черта Просто И даже Некоторые Китайцы Были Представлены Но Их Я Снимать Не Стал Потому Что Там Просто Тупо Закос Под Нью Холланд И Все Я Даже Честно Говоря Бренд Не Стал Запоминать Но Не Ловал Точно Не Ловал Ну А Так Кстати Еще Один Междурядник Это Уже Продукция Компании Хорж Тоже Очень Красивая Очень Классная Очень Понравилась И Тоже Хорж Любят Анкерные Сошники В этом Вы Сейчас Наглядно Убедитесь Вот 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 Сейл Сейлка Хорж С Внесением Удобрений Все Как Положено И Сошники У Нее Тоже Анкерные У Нее Есть Копиры У Нее Есть Каток У Нее Есть Ряд Дополнительных Примочек Классно Классно Знать бы Еще Что По ценам И Такую Сейлку Я По-моему Даже Видел В Нашей С вами Любимой Игре В качестве Мода Или Не Такую Ну Как Какой То Хорж Видел Да Именно Такую По компоновке Сошников Я Даже Только Сейчас Отдуплил Что Да Именно Такую Сейлку Хорж Мы Видим С вами В Игре А вон И Самоходный Опрыскиватель Кстати Тоже Хорж Но К нему Я Даже Подходить Не Стал Я Уже Порядочно Запарился И Лишь Одно Меня Заставило Немножечко Выплеснуть Эмоции Потому Что Если Бы В данный Момент Вот Именно В конкретный Момент Видео Меня Спросили Как Я Себя Чувствую Я Б С Уверенностью Сказал Что Ребят Да Я В Идеале Бадум Я Настолько Был Впечатлен Наличием Возможности Залезть В кабину Идеала Что Не Снял Его Снаружи И Все И Потом Мы Уже Изрядно Торопились Кстати Про ХТЗ Да Да Именно ХТЗ С которым Рядом Базируются Трактора БТЗ Непонятно Почему Я Не стал Докапываться До менеджеров Потому Что Им Было Холодно Они Были Наверное Не в настроении Да И Опыт Стрима С канала Крестьянин Что У меня На аббревиатуру Из трех Букв У меня Уже Такое Знаете Такое Чувство Предосторожности Чувство Лучше Не надо Лучше К этим Ребятам Не лезть Это то Что Было Показано На одной Из двух Открытых Площадок Да Уже Про Нее Одну Можно Было Отдельный Видос Писать Кстати В начале Этой Площадки Возле Каскадной Лестницы Выставочного Комплекса Стояла Продукция Гом Сельмаш Которой Я Тоже Не попал Потому Что Уже Не Было Времени Просто Уже Надо Было Идти Все Уже Совсем Не Было Время Но Тем Не Менее Кое Какие Интересные Штуки В частности Вот Этот Ликвелайзер С наглядной Демонстрацией Работы Его Систем Был Показан Ну И Все Через Эту Площадку Мы Вышли На Стоянку И Взяли Курс Домой Домой Конечно Обратная Дорога Была Не Такой Интересной Потому Что Все Уже Были Без Сил Зато Полные Эмоции И Жутко Уставшие Но Тем Не Менее Ребят Тем Не Менее Ну Что Ж Вот Такой Была Эта Выставка Вот Такой Она Увиделась Мне И Вот Такой Я Нашел Возможным Показать Ее Вам Какие Мои Впечатления От Поездки Сказать Что Это Грандиозно Не Сказать Практически Ничего Эта Выставка Особенно При первом Ее Посещении Сносит Башню Начисто Это Круче Чем Диснейленд Мне Кажется Если Бы В Мои Где-то Лет 6-7 Меня Отвезли В Парижский Диснейленд Я Бо Получил Там Гораздо Меньше Эмоций Чем От Этой Выставки Ты Просто Как Ребенок Ходишь Мимо Всего Этого Великолепия И Не Можешь Стереть Идиотскую Улыбу Со Своей Морды Потому Что Потому Что Если Ты Восторг Я Смог Вам Показать Безумно Мало Потому Что Я Был В Первый Раз И Потому Что Я Потерялся Я Надеюсь В Следующем Году Я Также Попаду На Эту Выставку Я Более Того Надеюсь Что Я Попаду На Нее Дня На Два И Не Просто На Три Часа Как Это Получилось Сейчас Она Гораздо Больше Времени В общем Ребятки Это Первый Раз Первый Блин Немножко Вышел Комом Но Я Все Равно Надеюсь Что Вам Понравилось Ах Да 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 Учитывая Предыдущие Комментарии Типа Вернулся Ура С возвращением Ждем ФС22 Отдельным Свинством Было бы С моей Стороны Не Сказать Вам Что Будет С Каналом Дальше А К сожалению Не Будет Ничего Потому Что Эти Грандиозных События В мире Сельского Хозяйства По крайней Мере Для Фанатов И Видеоигр И Реального Сельского Хозяйства Это Было Прикольно Это Было Круто Поэтому Я Вернулся На Ютуб На Эти Короткие Два Ролика Дальше Мой Великий Путь Продолжается Его Сути Вы Непременно Узнаете Но Потом Все Потом Что Касается Канала На Нем Не Будет Выходить Видео Долго Не Будет Выходить Видео Но Потом Как Выйдет Как Выйдет В общем Я Не Прошу Вас Оставаться На Канале Я Советую Вам Это Сделать А на Этом У Меня Все Пишите Что Думаете Ставьте Что Хотите И До Новых Встреч